Приветствую, ребят, второй игровой день, FASCAP Weekend Cup No.1, с вами группа Anti-Cheaters, я Кэлл, со мной Паркер, и мы стримим сетку плей-офф. Первая игра, команда Марго против команды Прошки. Марго, как мы всем известно, действующий победитель предыдущего крупного турнира от FASCAP, и сейчас первая игра для них плей-офф. Напоминаю, что здесь сетка Double Elimination, в сетке WinRow у них, соответственно, будет Best of 1, проигравший сразу покидает. Сетка WinRow и сетка Узыра, в общем, перемещается. Составы играющих команд быстро по флагам, кстати говоря, нет тут и сонского игрока, но при этом зашел русский бот с ником Lex, поэтому 5 Прошек из России будут играть против них. Пока что очень долгое время непобедимый коллектив из Евросоюза. Команда Марго, это ВСГГ Беларусь, Петя Панденуш Румыния, Миксен Сербия, Кнуров Украина и Олли Швеция. За Прошки играют Найт Хог, Куку Зайки, Перфект Плюс, Жванко и Александр Лекс Колесников. Это стендин из Virtus.pro. Ладно, посмотрим, что у них получится. Марго, первый раунд. Пока что, кстати, я их, кстати, не передвинул. Но здесь есть размен на трансе. Четверка плюс сотка, ребята пытаются выходить, стреляются. И есть уже размен, 4 в 4 пытаются давить, но, к сожалению, при перемещении с вагона на вагон один из игроков команды Атаки разбивается. И уже 4 в 3 ситуация на карте. Миксен забирает Куку Зайки. И тут кто-то под четвертым вагоном лазит, разбил плент, но не забрал игрока. Лекс последний, его подобрал Жванко, но, к сожалению, ничего здесь делать не смог. 1-0 в пользу команды Марго. Да, все, все нормально, теперь все настроил. Гоу, ставки, не стесняемся. Там интересно, кстати, посмотреть, что по ставочкам-то получилось. А что-то у меня не отображается ничего. По ставкам возьмут ли 7 раундов команда Прошки? 94% респондентов сказали нет. И всего лишь 6% поставили на то, что да. В общем, Лекс уже забрали, Лекс не удел. Ну и выход пошел на Б-плент. Разбор халявы от команды Марго. К Нурову нормально так повесили с верхнего парыча. Но это единственный интересный момент был в этом раунде. Пачка будет обезврежена и 2-0. 2-0. Насколько я помню, в предыдущих играх на предыдущем крупном турнире Марго вообще там больше 9 раундов за весь турнир никому не отдавали. Ну, в какой-то определенной конкретной катке. Вот. И здесь они даже не проигрывали. Очень давно не проигрывала команда. В этом году, по-моему, поражения у них не было. Особенностью этой команды стало то, что впервые не российский коллектив, не из СНГ выигрывает турнир на Фонскайпе. Вот так вот. То есть подключились буржуи и сразу они выигрывают турниры. Вот такой вот у них коллектив. И вчера играл Максим, котик, вместо Панденуша он из России. Но сегодня его уже нет. И Панденуш вышел в основном в составе команды Маргон. Ну и пошли деглы от Прошек. Ребята выскакивают четвертую линию плюс зелень. Оля сразу же забирает здесь игрока на зелени. Ну и с фамосами удачно работают. Трещотки. Три трещотки у игроков команды защиты. Просто на расстоянии их здесь не дают ничего сделать. Оставляют одного Лекса на Респе. И жванку берет Лекса и остается при этом, по-моему, на Респе. Я не ошибаюсь, нет. Он все-таки двигается и уходит с Терри Спауна. Один в пять минуты до конца. Пачка потеряна. Ну, взять такой раунд практически нереально. Мы все понимаем, несмотря на то, что Лекс. Ненастоящий, к сожалению. И даже если был бы настоящий, здесь вот Микс он, пожалуйста, 3-0. И для Марго пока что легче. Я верю в Прошек. Ну, Прошки могут. Ну, Трейн нет. Трейн нет. Ну, очень-очень такая мапа тут. Марго не дадут соперникам. Петя вообще не расслабляется даже в таких катках. Мы вчера это видели, когда Марго играли матч-открытие для себя. Петя постоянно бегал с АВиком. И Лекс опять занимает хорошую позицию. Все. Лекс, не беспокоите. В общем, Петя не расслабляется даже в таких ситуациях. Вот он снова берет АВик и серьезно относится даже к таким моментам. Вроде как победа, возможно, уже в кармане. Из-за того, что 4 напротив игрока. Но все равно очень серьезно и ответственно ребята продолжают играть. И, по-моему, уже ситуация 4 в 2 на карте. После серии разминов под Б пунктом. Поднуш Аркадий в дом с пожарки. Будет заходить в спину в перемычку своим оппонентом. Забирает первого Найтфока. Есть размен от Куку Зайки. Есть второй минус по Кнурову. И остается играть в СГГ с Миксоном против... Против... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще, Петр не щадит. У них очень хороший состав собрался в том плане, что есть вот такой вот снайпер. А.К. Маркелов. Это Петя. Индивидуальный игрок. Очень сильный. Оли. Капитан Кнуров. Ну, в общем, Пандануш с Миксоном. Очень сильные командные игроки. И, естественно, у нас даже было голосование в группе, которое проводилось до начала плей-офф. И там большинство ребят выбрали, что... Ну, Марго не будет. Не будет конкурентов на этом турнире. Ребята снова выиграют этот турнирчик. Но пока что без шансов для Проша. Куда бы они не выбежали, здесь вообще без шансов для них. Ну, и вроде 5 в 2 ситуация на карте. Стоит просто понаблюдать за попытками выхода. Вот Куку Зайки дает свои минуса. Но его сразу контрят со всех сторон. С линией, зигзага, секса и вообще без шансов. Пока что Аргентина и Майк по счету на карте. Очень-очень-очень все просто. Для команды. Команды Марго. Какая next игра? Здорово, Джейзи. Не знаю, посмотрим, что там будет. О, все. Наказание пошло на респе. Перфект плюсы наказали на минус 54. Лекс немножко досталось. Старик вообще не понял, за что ему улетело. Он меняет позицию. Идет занимать не машины, а пошел в дом. Пошел в дом. Куку Зайки снова дает свои минусы. Отлично, парень. Справляется. И, ну, здесь Петя не щадит. Снайперская винтовка за иксом. У Линукса. Ой, не попал. Пытался уцеливать в дым. К сожалению, не попал по трансу. Но ситуация на карте 2 в 2. И могут зацепиться за этот раунд. Пачка где? Пачка уже на B. Она устанавливается по дефолту. Найтхок будет перетягиваться к своему тиммейту. Ну и все-таки Миксен с СГГ понимает, что это уже закрытый плент. По линиям работает Петя. Он очень битый. 22 хп остается у него. Забрали здесь Найтхока. Зачем-то лезут. Пытаются перестреливаться. Ну, забрали Миксена, Петя Рэд. И здесь можно против него постреляться. Ну, оу, вот и первый раунд, пожалуйста. Прошлики забирают раунд, по сути, в четвером плюс бот. Поэтому 5-5-1. Микс, некст против бомжей. Ааа, у вас... Ну, слушай, можно, да? Если у вас такие расклады, можно вас постремить. Вы, по-моему, в нижней части верхней сетки там. Вы не дойдете до Марго. Так, в СГГ тем временем смотрит, чекает соточку. О, без шанса. Просто за искусством отыгрывать со снайперской винтовкой. Можно за Петей наблюдать. Но все-таки он промахивается. И когда он промахивается, начинаются проблемы. Прошки собрались, как мы видим, 2 в 2. С новой ситуацией на карте. И до сих пор живой Кузайкин. Он очень битый. Побежал он в дом. Перфект плюс будет сотки. Пока что отыгрывает. Чекает выпад. Кнуров на Б. Верхний будет Аркадий. Как я понимаю. Но пачка, пачка. Вот из-за того, что играет бот. Хелсбары под это не ориентированы. И я не совсем понимаю, кто есть кто на карте. Живой. Кнуров ласт. Забрали его тиммейта на Апланту. В итоге 2 в 1. Но здесь немножко уже Марго вальяжничают. И потихонечку начинается у них. Ну, конечно, это не проблемки. Но в любом случае отдают раунды. Это не очень хорошо. Кнуров понимаете, устанавливается пачка в виде двоих. Но забирают его. Прошки берут второй раунд. Еще 5 раунд. И прогноз единственного человека за команду Прошки зайдет. Вот так вот. Такие вот дела. Тачан стрим себе. Но можно и тебе постримить. Нет, если уточена будет какая-то потенциально интересная игра, конечно, мы постримим их катку. Вот. Но пока что будем наблюдать здесь. Может, нас Прошки удивят. И вообще в первой половине много раунда возьмут. Расслабились. Марго, очевидно. И теряют снова игрока. И с Абиком выходит сотку игрок команды атаки. А у Марго вообще деглы. Все, я понял, почему что происходит. Два дегла работают. Я думал, они на девайсах так свободно отдаются сотке. Но Миксен забирает, кстати, игрока за 6 линией. Ситуация 2 в 1. И забрал он в зиге игрока уходящего на бэплент. Но нет, Миксена забрали. Причем очень много игроков потеряли. Команда Прошки, казалось бы, против них экономический. Но четверых, 4 девайса, по сути, было. И они просят дропа у бота, да? Правильно. У Леши Лекса сохранился девайс, но нет. Так, ладно, продолжим смотреть. Дилей, делейных LTV 90 секунд. Да, вроде да. Если ничего не менялось. Так, у Перфект. Отлично пытается выскакивать уже с четверки. Его нашивает все нижний. Плюс пятый вагон. Ему срочно нужна хелпа. Он забирает пятую. Минус Миксен. Но Оля работает здесь за двоих. И перемещается по четвертый вагон. Чекает сотку. Хелпы нет. Жванка, кстати, вышла с открытой зелень. Ну и здесь Панденуш дал минус по зелени. 2 в 4. У Марго появились девайсы. Здесь они уже поувереннее отыгрывают. В итоге забрали еще и апу. Минус Оливер. У Зайки. Пытается чекать линии. Выходит с авиком. Смотрит. Никого не видит. У СГГ Мка. Забрали Кнурова при перетяжке. В СГГ дальше чекает возможную перетяжку. Ну и Найтхог залезает дома. И сразу же пачку у него выбили. 5 минус 2. Это 6-3. Марго продолжает лидировать. Соответственно, сейчас будут набирать экономику. Но я думаю, что Олег еще не появится у игрока команды защиты. Уж 3 раунда подряд проиграть. И потом выиграть раунд с тремя потерями. Тут денег не должно хватать на АВП. И убивают на респе Лекса. Олегс нафиг не нужен. Пожалуйста. Старичок на пенсию. Ну а тем временем Перфект Плюс. Задушили. Задушили Лекса. Он пытается чекать Икс. На Икс никто не выходит стреляться. Могут с 5-ой выйти. Ну и Кнуров дает опен фраг минус, я так понимаю, по пожарке. И пошел, пошел разбор полетов от Марго. Буквально за 3 секунды разобрали 4 игроков команды атаки. И это 7-3. Марго в шаге от того, чтобы взять, взять, соответственно, первую половину. Да, не демки, а Кума смотрел. Ой, я не знаю. Я слышал, ребят, про такого человека, какого-то якобы профика в CSGO, которого подозрения вот всей профсцены в CSGO, что он сочетаемый паркер, надо чекнуть. Так, тем временем в СГГ дает минус по жванке. Ой, все, пошел на мувик работать. Петя, минус 2 уже есть. А, минус 3, да? Да, минус 3, все, щелкнул. Ты не стыдеть, да? Ой, Петя. Нет, не попал. Здесь не убил никого, он просто шальную выстрелил. Ну, давайте, ребят, на мувик поработаем. Петя очень нужно еще минус 2 оформить. Ну, конечно, так. Все, забрали перфект плюса, но минус 4 от Пети. Вот вам первая половина от команды Марго. Для них она уже закончена победно. Но окончательный счет мы сейчас со временем узнаем. Узнаем, можно выкидывать фамас и играть более уверенно. А, бота... Бота будут выкидывать? Они уже фанятся. Они берут дробовики, все, понимают, что здесь как бы особо нечего ловить. Так, флешка им была накинута. Перфект плюс играет на ПЖ, но Миксон занял 4-й вагон с хорошим респом. Ну, а дальше пытается чекать, и Миксон еще и в лес забрал еще одного игрока. Работа с икса, прием зелени. Ну, в общем, все отлично. Сплит на оффлент. Вот такой, очень хаотичный от команды Прошки. Они, как парни для битья, видно, уже вышли. Понимают, что нечего им ловить команды Марго в четвером. Может, что-то в лузерах получится потягаться, если упадется им в такая же команда. Понятно. Не, я за CS GO не слежу особо. Знаю там, кто там, Na'Vi и кто еще, по-моему, Gambita, да, Gambita, наш СНГ коллектив и все. Миксон, тем временем, работа под б-пунктом. Миксон забирает игрока, пытавшегося выходить на нижний парыч. И так, забрали еще и бота. Ну, тут просто стоит посмотреть за игроками. Никакой вообще инициативы от атаки. Ребята просто пытаются в доме где-то открываться, но безуспешно. Миксон отлично работает и уже 10-3 от команды Марго. Что-то наподобие вчерашних вармапов мы наблюдаем. Хоть команды подтвердил участие в плей-офф, но вот с командой Марго все терпят очень жестко. Закупаются на полную игроки команды-аттаки. Здесь, к сожалению, распределение их ничего не будут решать. Так, все, бота испепелили. А, вот, я понимаю, почему они его убивают. Они сразу забирают девайс, который есть у бота Ави Калиака и с этим девайсом продолжают играть. Ну, интересная, да, интересная модель, схема действий. Nighthawk последний, пытается выходить с нижнего парыча, но и без шансов. Уже Кнуров с Авиком играет. 11-3, откроем табуляцию, посмотрим. Ну, здесь все очень жестко. На такие игры Оливер не концентрируется, поэтому он замыкает турнирную таблицу у своих тиммейтов. Ну, а лидером по фрагам становится в СГГ 17 на 5. Он любит таких ребят, которые расслабляются. Ну, и забрали. Убили Лекса снова на респе, уже раз в четвертый Лекс терпит. Он не понимает, в чем же дело. Я хочу помочь на трейне. Кстати, М5 в свое время очень хорошо на трейне играли, особенно за атаку. У них классные были раскидки. На ВСГГ они выкладывали видосы со своими тактиками. Но был такой канальчик, обучающий для Counter-Striker лет 10 назад. Но, к сожалению, сейчас этот опыт уже не пригодился игрокам команды Атаки. Они просто пытаются выходить в сотку, их раскидывают. Ну, и Nighthawk пытается еще и зацепиться за один раунд для своей команды. Но, к сожалению, безуспешно. 12-3, переход в сторон и прошки. Теперь посмотрим, как проявят себя за защиту. Ирис Пылник, кстати, не очень хорошее занятие в ближайшей позиции. Ну, и такая же ситуация у Марго. Хотя вот Оливеру перекидывают к Овелеру. Оливер Нойвель был такой футболист в сборной Германии лет 20 назад. Ну, и Оливер выходит с пожарки. Будет с Юспом сотка. Даже несколько Юспов, по сути. Забрали Лекса. Есть игрок на Иксе, принимающий у защиты. Но его быстро должны разбирать. А дальше уже просто по вагонам прыгает атака. Перемещается в сторону фланта. Пачка должна устанавливаться здесь. Дефолт будет. Перетяжка с Б фланта. Но я думаю, что должны здесь ждать игрока команды защиты. 2 в 4 тем временем. Разбили голову Панденушу. Ну, а дальше перестрелка. Все так же в пользу Марго. Найтхофф последний. 1 в 4 на линиях без шансов. Просто Марго. Мне кажется, даже процентов на 50 не играют. Как чемпион UFC Усман в свое время говорил. Да, я на этот бой вышел и выиграл, готовясь на 30%. То же самое Марго. Где-то процентов на 50 сейчас играет против своих соперников. Видно, что особо даже никаких усилий не прикладывают. Играют абсолютно дефолтно. Без какой-либо, там, не знаю, задумки на раунд. Просто валиваются в сотку. Кто-то бежит в пж. Это петь, а ну, а дальше все. Чекнуров повесил. Это просто какая-то... Жесть. Вообще 14-3. Ну, вообще без шансов. Да. Не, ну здесь... Слушай, здесь я не знаю, как против них играть. Это какие-то... Вот, что они... Они еще... Они даже как бы, ну, не собраны. Они просто... Они просто... Они просто... Они просто... Им настолько легко играть, что... Не знаю, они вообще не напрягаются, мне кажется. Да, продолжим смотреть. Снова деглы у защиты. Но есть первый минус. Наконец-таки опенфраг у защиты. Но это такое себе... Такой себе бонус для защиты. Продолжим смотреть дальше. 4 в 4 все-таки здесь с деглами на ДТР не особо не пободаться. Сколько смаков накидывают сразу. Можно играть и тренировать какие-то задумки на будущее. То есть накидывать какие-то смачки, выходить, раскидываться. Да, напоминаю, что этим коллективом, наверное, никто так на фаскайпе сейчас не играет, что уже прошло с последнего Чимпа уже почти 4 месяца. И все равно команда осталась вот таким же составом играть. То есть такого же коллектива на фаскайпе нет. Потому что постоянно Чимпы проходит в стиле миксов. Да, собирают ребята миксы, начинают играть. А вот у Марго состав остается неизменным уже. В начале февраля, в середине февраля был турнир. И вот уже в июне. И все время у них практически один тот же состав. Ну все, 15-3. 12 матчпоинтов. Я думаю, что на этой планете уже нет игроков и людей, которые верят в команду Прошкина в этой карте. Перфект плюс. Даже думаю, что им раунда не отдадут. Жванко. Да, ну все, пошел у нас. Пошел разборчик. Вот атаки. Ребята, выходит. Просто Лекс включается. Но это подобранный Лекс. Это перфект плюс! Подобрал он Лекса и Звеги дал уже два минуса Миксен ласт. Ну, слушайте, один в четыре. Я думал, что и раунда не получится взять. Хотя вот... Если сейчас Миксен постарается... Но нет, все равно у него такая ситуация, что... По-моему, кто-то уже покинул. А, остался вообще последний Кукузайки. Все, вот теперь я понял. На рандеву его оставили. Я думаю, что у этого парня шансов нет. Как бы можно убить сейчас, к примеру, Миксена и ливнуть сервера. Ну, или так. 16-3. И мне кажется, это первая и самая легкая игра в плей-офф пока что на данный момент. Продолжение следует...